Карачаево-Черкесия 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 а также партнеры-предприниматели Денис Амхачиров, Геннадий Несмашный и Айса Адулаев. Участие в отправке груза приняли и волонтеры молодой гвардии. По поступившему запросу в региональное отделение «Единая Россия» от бойцов разведывательного батальона 3-й роты отдельной горно-мотострелковой бригады, в составе которой находятся ребята из нашей республики, был собран груз, квадрокоптер, оснащенный прибором ночного видения, тепловизионные прицелы, монокуляры и дизельный генератор, рассказал депутат Госдумы Султан Узденов. Вместе с тех средствами оснащения в составе груза также комплекты термобелья, которые шьют студенты Северокавказской государственной академии, поделился руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Стабильно отрабатываем все заявки наших бойцов. Я сам лично нахожусь постоянно на связи с нашим региональным исполкомом, который спускает эти задачи, вопросы. Мы собираемся с коллегами, с правительства, с парламента, со всеми, обсуждаем и реагируем на их заявки. Стабильно стараемся помогать, отправлять необходимые грузы нашим бойцам. Мы эту работу ведем на постоянной основе. Я уверен, что тот вклад, который сегодня делают все неравнодушные, это не касается только депутатов или предпринимателей, всех жителей нашей республики. Я уверен, что он приведет к той цели, которую перед нами поставил сегодня президент. А это только победа и достижение всех тех целей, которые он поставил в начале проведения специальной военной операции. И хотелось бы от всех причастных к этому непосредственно грузу выразить глубокую уверенность нашим ребятам в том, что мы и дальше им будем помогать. И ждем их с победой. Хотим, чтобы все это поскорее закончилось. Но вот эти приборы, которые им сегодня нужны, чтобы они им пошли во благо, на пользу, и они при помощи них достигли тех целей, которые перед ними ставит и командование, и страна. Мы ждем их с победой. Она радовала своим ярким талантом наши сердца. На 88-м году ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации Кабардино-Балкарии, первая профессиональная карачаевская актриса Роза Хабчаева. Ею было сыграно более 100 ролей, и она являлась наставником для многих актеров карачаевского театра. О жизни яркой и талантливой актрисы, которая беззаветно была предана искусству, расскажет Алихан Лепшоков. Великая актриса маленького театра. Именно так назвал первую профессиональную карачаевскую актрису, певицу Розу Хабчаеву, великий балкарский поэт Кайсен Кулиев. И невозможно с этими словами не согласиться, так как народ был влюблен в ее глубокий талант и прекрасный голос. Роза Ибрагимовна родилась в ауле Гирюльдаюк Джигутинского района Карачаевской автономной области 27 апреля 1935 году. Еще в раннем возрасте она разделила боль утраты родин, отправившись в Среднюю Азию вместе со своим народом. По возвращению карачаевца в 1957 году на Кавказ поступила на обучение в Ленинградский государственный институт театра музыки и кино. А в 1962 году, отучившись, вернулась домой, где начала работать в Карачаево-Черкесском драматическом театре. Если бы я могла остаться, могла это не от того, что меня не брали там. Если бы я себе позволила остаться в Ленинграде, чем бы я была? Я работала для своего народа. Любит он меня, не любит. Воспринимает меня, не воспринимает. Но я посвятила, я долг своему народу отдала, сколько могла. Проводить в последний путь известную актрису пришли руководитель Карачаевского театра, народный артист Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии Руслан Гучаев. Он подчеркнул, что для них это большая потеря, так как Роза Хабчаева для многих была наставником и тем человеком, который прививал любовь к театральному искусству. И также в народной памяти она была известна исполнением многих карачаевских песен. Ее знают как певицу, поколение старшее. Я уже застал ее как певицу профессиональную. Много песен у нее написано. И в фонде радиокомитета Карачаевского они хранятся. Она первая исполнительница таких хитов, как Роза, Павло Косчик Роза, Урайда и многие-многие. Вот она самая первая актриса карачаевского народа. Она ушла из жизни до последних лет. Ну, года три уже она не работала. Она выходила на сцену и творила чудеса. Ею было сыграно более 100 ролей. Она умела удивительно перевоплощаться и так ярко сыграть свои роли. И поэтому Розу Хабчаеву так сильно любил зритель, отмечают ее коллеги-актеры. 50 лет мы с ней вместе. И партнеры, постоянные партнеры в заглавных ролях. Все эти годы мы с ней работали вместе. Но она очень... у нее талант какой-то своеобразный. Не похожа ни на кого другого. Вот индивидуальность такая у нее была. Она просто глубоко погружалась в каждую роль. И прекрасно раскрывала черты всех своих героев, в которых она играла. Роза Хабчаева является настоящим явлением в театральном искусстве карачаево-балкарского народа. И целой эпохой. И теплые воспоминания о ней навсегда останутся в память народа. Алиханы Пшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаева, Черкесия. Они вышли вопреки всему и сегодня радуют своих родителей. Кто-то первыми шагами и словами, а кто-то достижениями в разных сферах жизни. Международный день недоношенного ребенка отметили в перинатальном центре Карачаева, Черкесии. Назвали праздник «Нам не фиолетово». Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Мадина Каракетова, далее. Здесь помнят каждого ребенка по имену, а их непростые истории. Обнимают каждого как родного. Так и есть, говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Луиза Алакаева. На праздник пришли более 40 семей, у которых в свое время родились недоношенные малыши. Но благодаря усилиям врачей сегодня радуются их успехам. Разделили радость победы с героями этого дня и их родителями, представителями Министерства здравоохранения Республики и уководства перинатального центра. Детишкам, которые здесь находятся, я пожелаю, чтобы они помнили, сколько труда родители выложили в ад. И каждая мать при рождении ребенка, неважно, доношенную, недоношенную, он вызывает определенные надежды на этого ребенка. Мне очень хочется, чтобы все дети, которые находятся здесь, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на этом празднике, смогли оправдать наши надежды. Тамара Кипкеева рассказала о важности проблемы невынашивания беременности, прививая статистику. Недоношенными рождаются около 15 миллионов детей ежегодно во всем мире. И это каждый десятый малыш. На сегодняшний день в перинатальном центре прошло более трех тысяч родов, и 200 малышей родились недоношенными. По словам руководителя центра Евгении Пономаревой, за жизнь 20 пришлось бороться в буквальном смысле слова, так как масса тела этих малышей была экстремально низкой, меньше тысячи граммов. Эти дети, за жизнь и здоровье которых, бьемся не только мы, поверьте, всей душой, искренне хотим, чтобы они выжили, чтобы они не болели, чтобы они выросли здоровыми, счастливыми людьми. И вместе с ними и вместе с нами эту борьбу ведете вы, мамы и бабы, дедушки и бабушки наших деток, которым так тяжело даются первые шаги по жизни. Огромный вам поклон, спасибо большое за то, что вы откликнулись, за то, что вы пришли, дали нам счастье увидеть ваших, наших детей. За этими улыбками – огромное усилие врачей и медсестер, терпение и молитвы родителей. Благодаря всему этому супружеская чета Чумаевых радуется первым успехом таких дорогих девочек – Лизы и Луизы. Просто вот не описать, как я себя чувствую, так как каждый день все новое и новое и новое. И вот, аж не верится, что я папа двоих детей. Просто чувств не могу описать. Например, я вот с работы прихожу, например, Лиза уже встречает меня, бежит ко мне. Например, утром Луиза папа-папа кричит. Как вам сказать? Ну, просто не описать. Вес у нас был 950-970. Для нас, конечно, это было очень шок, что мы так рано родились на 29-й неделе. Вот. Ну, вот, как видите, мы все-таки все прошли. У нас все хорошо, слава Богу. Аллах, айтып. Дальше у нас тоже все будет хорошо. С весом тысячи граммов родился Расул Кумуков. Сегодня ему 15, и он мечтает о достижениях в сфере науки. И говорит спасибо родителям, что дали ему жизнь, а врачам, что эту жизнь сохранили. Огромное спасибо за то, что поддержали, за то, что все сделали. Всем, 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 огромное спасибо за то, что поддержку сделали. Алья и Аиша ходят в детский сад, но мечтают стать докторами, потому что знают, что доктора порой совершают настоящие чудеса, чтобы такие, как они детишки, могли радоваться жизни. Об этом им рассказала мама. Этот праздник-акция нам не фиолетово, а значит не все равно, был организован заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Карачаева-Черкесского перинатального центра Луизой Алакаевой. Идея была с удовольствием поддержана абсолютно всеми ее коллегами. И в итоге самые стойкие героические детишки получили массу позитива, подарков и даже грамоты за свою первую победу, победу в борьбе за жизнь. Я сегодня безумно рада видеть пациентов отделения реанимации новорожденных. Мы видим весь возрастной контингент, кому-то 30 лет уже, на самом деле, кому-то еще 6 месяцев. И мы, глядя на них, мы понимаем, что победа, она вот есть. И эти дети победили. Они победили обстоятельства, в которых были рождены. Они победили невзгоды. И они достаточно успешные. Чествованием этого дня врачи привлекают внимание общественности, социальных организаций к жизни и проблемам недоношенных детей. Комментирует акцию заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Луиза Алакаева. Потому что эта победа – это колоссальный труд медицинских организаций, родителей, а главное – самого ребенка. Мадина Каракетова, Олег Малхожев. Вести Карачаева. Черкесия. В Карачаевском районе прошло открытие сразу двух спортивных объектов. Площадки открытого типа появились в поселках Правокубанский и Новый Карачай, что стало частью реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». На торжественных мероприятиях побывал Артур Мхце. 13 установленных спортивных площадок в течение последних пяти лет. Такова лишь часть работы, которая ведется в Карачаевском районе республики для популяризации здорового образа жизни. А ведь есть еще несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, которые вот-вот начнут работать, либо находятся на стадии разработки проектов. Благодаря реализации федеральной программы «Спорт. Норма жизни» людям куда более доступными стали занятия любимыми дисциплинами. Так, по словам жителей поселка Правокубанского, о такой площадке они до недавнего времени могли лишь мечтать. Раньше здесь площадки не было. Здесь было поле с травой. Раньше мы играли в школьном дворе, и все. А теперь? А теперь здесь есть площадка, и, наверное, мы будем сюда ходить. В нашем поселке давно не хватало поля или какой-либо площадки спортивной. Вот эта новая площадка означает для нашей школы, для нашего поселка огромное значение. Я думаю, не только дети, но и взрослые будут сюда приходить и заниматься спортом, укреплять здоровье. Участие в открытии новой площадки в Правокубанском приняли представители районных властей, регионального спортивного ведомства, а также многие жители поселка, у которых теперь есть еще один, можно сказать, инструмент для ведения здорового образа жизни. Реализуя такие проекты, мы создаем дополнительные условия для жителей нашей республики, для того, чтобы они беспрепятственно, в комфортных условиях могли заниматься физической культурой и спортом, поправлять свое здоровье, вести активный образ жизни. Именно эту цель перед нами ставит глава нашей республики Рашид Борисович Тимрезов. Оригинальные дизайнерские решения, безопасное покрытие этому тоже, скорее всего, поспособствуют. Если будет установлено и освещение, место проведения досуга наверняка станет еще более популярным. Таким же ведется будущее еще одной только что открытой площадки в поселке Новый Карачай. Здесь уложены два футбольных поля с искусственным покрытием, территории для поклонников волейбола и силовых упражнений. Все красиво, удобно, притягательно. Это выбирало население. Мы старались, чтобы это было в центре села, ближе к школам. Конечно, у нас рядом стоит ФОК, Новый Карачай, а здесь не хватало такого стадиона. Он был необходим, поэтому решили вот здесь построить. Раньше здесь находилось старое поле, дети не играли, спорт не продвигался никак. Сейчас вот видите, сами дети играют, радуются. Это, конечно же, надо всем нам. В Карачаевском районе планируют и дальше популяризировать занятия спортом, для чего в перспективе должны быть построены еще несколько спортивных комплексов в Кумыше, Кастахи-Тагурово и Правокубанском. А также продолжится ремонт уже имеющихся залов для занятий в различных секциях. Артур Мухцель и Бастанов, Вести Карачаев-Черкесия, Карачаевский район. Как проехать из Москвы во Владивосток на электричках в Центре молодежного инновационного творчества при поддержке Министерства туризма Карачаева-Черкесии состоялся киновечер с трансляцией фильма «Нескорый поезд». О чем фильм и какие впечатления он оставил у зрителей, расскажет Дарья Тендит. Документальный фильм рассказывает об истории троих друзей, которые решили отправиться из столицы на Дальний Восток. Передвигались путешественники на электричках, делая остановки в городах по пути. Главная цель героев – увидеть океан и красоты необъятной Родины, найти ответы на вопросы о счастье и смысле жизни. Фильм затрагивает нашу обширную страну, колорит нашей страны, города нашей страны. И поэтому мне эта тема была очень интересна и актуальна. То, как они побывали в разных городах, познакомились с новыми людьми, это заставляет задуматься о том, как в нынешнее время важно живое общение. Во время путешествия герои встречали попутчиков, каждый из которых имел свои истории и тайны. Вместе они переживали радость, горе, находя поддержку друг в друге. Фильм «Нескорый поезд» не только об открытии новых мест, но и самопознании. На протяжении всех дней друзья задавались глубокими вопросами о своей жизни и поняли, что истинное счастье находится в простых, но искренних моментах. Это шикарный опыт для духовного развития, для того, чтобы узнать новые места и новых людей. Очень атмосферный, музыка подобрана просто шикарно под моменты, под отрезки фильма. Актерский состав очень завораживает. Просмотр фильма был организован в целях популяризации путешествий по России и поддержания инициативы Росмолодежи и сообщества «Больше, чем путешествия». Мероприятие организовано Министерством туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Этот фильм хорошо раскрывает данную тематику. Оно в целом о путешествиях по России на поезде и вот эту всю атмосферу путешествия они смогли передать. И вот фильм прям понравился. В этом фильме хорошо передаются житейские проблемы и вопросы, которые они раскрывают и находят ответы на них. И параллельно это все поправлено такими путешествиями на поезде. И это все очень красивый и качественный фильм получился. Просмотр фильма подарил зрителю незабываемые эмоции и заставил задуматься об истинных ценностях жизни. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия. В рамках благотворительной акции «Копилка Победы», реализуемой Единым Республиканским штабом поддержки военнослужащих и членов их семей при главе Карачаева-Черкесии, в городах и районах республики прошел концерт «Россия. Единство. Победа», цель которого – консолидация общества для поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции на Украине. Специальный репортаж смотрите далее. Прощаюсь с вами. До завтра.